И доброе утро, народ Божий! Доброе утро! Так рад всех вас видеть! Вы такие хорошие, красивые, помазанные, отделенные, благословенные. Я хочу сказать одну радостную вещь для каждого из вас. Отец вас любит. Просто папочка вас любит. И не важно, что ты сделал вчера или сегодня утром, или, возможно, несколько дней назад, его любовь не становится от этого меньше. И ничего невозможно сделать такого впечатляющего в святых своих делах, чтобы он любить тебя стал больше. Он все равно тебя любит. Все равно тебя любит. Его любовь безгранична. И я так счастлив быть сегодня с вами в этом благословенном собрании в Ковчеге. Мне нравится ваше название. В Ковчеге. Так все четко, ясно, по-библейски и понятно все. Да? Сегодня столько много непонятного вообще в свете, а тут все понятно. Четко, ясно. Зашел в Ковчег, спасся. Зашел, спасся. Аллилуйя. Я передаю вам просто невероятнейший привет с Санкт-Петербурга, от моих братьев и сестер, которые находятся там, на Балтийском побережье, рядом с рекой Нева. Мы вас любим, мы вас благословляем и милости просим. Добро пожаловать, если вы будете в Санкт-Петербурге. Мы будем очень рады вместе славить Господа, вместе служить, вместе что-то делать. Аминь. И, конечно же, я сегодня буду проповедовать то слово, которое Господь положил мне на сердце. В следующем собрании будет другая проповедь, сразу так спойлер закидываю, вдруг захочешь послушать еще одну проповедь. И вот эту же, скорее всего, я буду проповедовать на молодежном собрании. Так что сегодня Господь приготовил для вас, я так верю, хороший такой, качественный, духовный, богатый стол. Сразу так себе поднял планку. Я отец одной, муж одной жены. Сейчас надо уточнять. Женщины. Шучу, конечно, да? Ну, женщины, да. У меня пять сыновей вместе с женой, мы воспитываем пять сыновей. У меня есть фотография, но она не в полном составе. Ну, так немножко можно будет показать все-таки, если она появится сегодня здесь, то будет очень хорошо. Я предлагаю нам с вами открыть сегодня одну ветхозаветную историю, которая написана в 4 книге Царств, в 3 главе. Известное место из Священного Писания. Если ты читаешь Библию, ты однозначно на это место натыкался, размышлял. И для меня очень важно, о чем эта история говорит для нас сегодня. Скажи, сегодня. Вот здесь и сейчас нам нужно понять, потому что мы смотрим на библейские персонажи, на те истории, а что это для нас сегодня, как это откликается в нашем сердце, как это слово говорит сегодня для нас. И, в принципе, знаете, Библия такая потрясающая книга, она на все времена для всех народов всегда живое и актуальное слово. Аминь. И я предлагаю прочитать одну интересную историю, я скажу предысторию. Какое-то время царствовал царь Ахав со своей женушкой Изавелью, и они делали невероятно злые и мерзкие дела перед Господом. Прошло время, когда Ахава не стало, не стало его жены, и вот Иорам, его сын, воцарился над Израилем в Самарии в 18 год, царя Иосафата, иудейского, и царствовал 12 лет. Да, вот эта вот фотография. Здесь не хватает еще одного моего сына, старшего, и меня. Но я здесь, вот уже добавляюсь. Сын, думаю, попозже, в следующей фотосессии появится. И делал неугодные в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеравама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался и не отставал от них. Месса же царь Моавицкий был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч нестриженных баранов. То есть была некая договоренность, и царь Моавицкий платил дань. Платил определенный оброк вот этому израильскому царю, и у них были эти отношения, выстроенные годами. И в один прекрасный момент царь Моавицкий прекращает делать то, что он делал всегда. Когда мы с вами читаем дальше. Но когда умер Ахав, царь Моавицкий отложился от царя Израильского. Слушайте, 21 век сегодня, для нас слово отложился не совсем понятно, что значит отложился. Перестал выполнять то, что он выполнял. То есть перестал платить дань, перестал платить оброк, перестал там участвовать вот в этой договоренности. И здесь мы видим, что и выступил царь Иорам, в то время из Самарии сделал осмотр всем израильтянам, и пошел и послал к Иосафату. А Иосафат это царь Иудейский. Сказать, царь Моавицкий отложился от меня. Пойдешь ли ты со мной на войну против Моава? Он сказал, пойду. Как ты, так и я. Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони. Я на этом месте остановлюсь и хочу немножко поразмышлять о всех предложениях, которые сегодня звучат в нашу с вами жизнь. Царь израильский Иорам пригласил или позвал Иосафата в свою разборку. Назовем это разборка. Нужно разобраться, почему этот человек прекратил мне платить дань. Пойдем со мной. Сегодня на просторах 21 века, особенно в интернете, для нас с вами очень много звучит разных предложений. Я бы назвал этот тезис так. Не все то золото, что блестит. И не на каждое предложение нам стоит с вами соглашаться. И у меня вопрос, Иорам, ты почему так резко, быстро, невдумчиво, не спрашивая у Бога, согласился на это предложение? Как часто у нас происходит в жизни так, что мы эмоционально, не останавливаясь, не спрашивая у Бога, откликаемся вообще на любое предложение, на любую просьбу? Какой мой интерес здесь? Есть ли воля Божья на то, чтобы я туда пошел? И во многих наших начинаниях бизнес, вкладывание денег, инвестиции, занятие какой-то деятельностью, нам нужно останавливаться. И первое, что нам нужно сделать, я так считаю, это спросить у Бога, а надо ли мне туда идти? А стоит ли мне делать эти инвестиции? Слушайте, а нужно ли мне участвовать в этих сомнительных пирамидных операциях финансовых? А нужно ли мне вообще встречаться с этими людьми? А нужно ли мне идти в это интернет-учение? А нужно ли мне вообще познавать эту философию, которая сегодня просто как горячие пирожки летит с интернета? Одно, второе, третье, десятое. А потом ты смотришь, человек заболел, отравился информационно. Все-таки для народа Божьего должна быть духовная диета. Мы должны как-то ограничиваться, расставлять какие-то границы, вдумчиво смотреть. И мы видим, к чему это эмоциональное заявление ассопата их привело. Мы сейчас с вами посмотрим, что они пошли. Он говорит, как ты, так и я. Как ты меня зовешь, так и я. Я тоже с тобой буду. Даже кони мои, как твои кони, будут. И сказал, какой дорогой нам идти? Вот тот, естественно, уже дорогу избрал. Он говорит, пойдем дорогой у пустыни Едомской. И пошел царь Израильский и царь Иудейский. Еще третий к ним присоединился, царь Едомский. И шли они обходом семь дней. И не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский. Ах! Ах! Верно созвал Господь трех царей, сих, чтобы предать их в руки Мава. Интересно, есть ситуации, тупиковые ситуации в нашей жизни. Я не знаю, попадал ты в такую ситуацию или нет, когда тебе не может помочь ни твоя карточка, ни твой статус, ни твое физическое состояние. Есть узлы, которые может развязать только Господь. Это же цари. Представляете, это статусные люди, это властью обличенные люди. У них есть подчинение целые войска. Они оказались беззащитны перед просто банальной нуждой. Вода. И выхода нет. Нужно сверхъестественное вмешательство. Когда Иосифат откликнулся на предложение Иорама пойти просто за ним, потому что у него есть какая-то бредовая идея, они оказались в тупиковой ситуации. Тупиковая ситуация. Или знаете, угроза жизни снимает все маски с человека. Кто понимает, о чем я говорю? Есть ситуации, и слава Богу, даже за них, когда обстоятельства могут послужить, и ты можешь обнаружить, кто ты вообще на самом деле. Они попали вот в такую засаду без воды, и его первая реакция была, смотрите, какая. Ах! Верно, Господь нас здесь собрал, чтобы предать в руки Мава. У меня к вам дорогие вопросы к самому себе. И, конечно, я бы хотел адресовать этот вопрос Иораму. А с чего это ты взял, что это Господь вас здесь собрал? А что это в твоем образе за Бог такой у тебя? Злой, манипуляционный, который может как-то вот так вот привести нас в какую-то ситуацию? Откуда, дорогой мой, у тебя образ Бога нарисован в твоей голове такой? И я сразу пришел, знаете, в молитвенную коммунезаключение. Он ведь воспитывался-то где? В доме Ахава. Он видел отношения отца, он видел отношения матери, он видел демонстрацию их, их Бога, этого, кому они поклонялись. И была, скорее всего, семейная какая-то риторика, были какие-то разговоры, что Бог – это тот Бог, который может нас здесь покарать, куда-то ввести, поставить какие-то неудобные условия и просто, знаешь, там смеяться над нами, изгаляться и наказывать нас. Я, когда был вообще маленьким, меня очень часто отдавали к бабушке на целое лето. И у меня была бабушка, даже не бабушка, а прабабушка, такая набожная, православная такая старушка. Знаете, у них платочки вот так вот завязаны. И она, знаете, по любому поводу, ну, я был пацан, семь, восемь, девять лет, ты мог грядку растоптать. Ну, кому это знакомо? Ты спрыгнул, там что-то выдернул, сломал дерево, сломал это. И я по каждому поводу слышал в свою спину, Бог тебя накажет. Ух, Бог тебя накажет. Слушайте, годам к двенадцати мне стало вообще не по пути с этим Богом, который всегда готов меня наказать. У меня образ в голове сформировался Бога, наказывающего, покуда я не пришел в Евангельское собрание. Покуда я не найден был Богом для этого. И я понял, что Бог – это источник любви, и вообще Он – любовь. Но ситуация сама по себе нейтральная. Как вы думаете, Иорам, будучи все равно заквашен в израильской культуре, он же знал Тору. Это же передавалось все равно, то, что Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова вывел нас из земли египетской, и даровал нам направление в сторону, где течет молоко и мед. Они знали закон, но его реакция. Сами по себе события, они нейтральны. Сами по себе события в нашей жизни нейтральны. Реакция на эти события говорит, кто ты, в каком сезоне ты находишься, и что тебя ожидает. Ах! Ах, Господь нас так! Любые события в нашей с вами жизни, вообще любые, начиная от детства, они порождают в нас определенные убеждения. Любые события. Со знаком минус, ну, к примеру, предательство, к примеру, отверженность или обида, они формируют в человеке определенные убеждения. Предательство формирует в человеке убеждение, что доверять никому нельзя, если человека жестко предали. Да? Смотрите, и эти убеждения всегда будут искать или находиться, когда ты находишься в этих убеждениях, у тебя всегда будет ожидание, подтверждение твоих убеждений. Ты будешь всегда ожидать, если тебя обманули, ты будешь всегда ожидать подвоха. Со знаком минус. Если ты видел определенную модель семьи, то ты ничего другого, пока тебя помазание Духу Святого и правильные люди не научили, ты ничего другого выдать-то не можешь. Мальчик, которого оставили в роддоме и отдали в детский дом, у него формируется от этих событий, это событие произошло в его жизни, у него формируются определенные ожидания, что в этом мире нет ничего хорошего. И эти ожидания всегда будут искать подтверждение. Ты всегда будешь искать в человеке подвох, всегда будешь искать в человеке минус какой-то и так далее. А события со знаком плюс, какое у нас с вами самое важное событие со знаком плюс произошло в жизни? Встреча с Иисусом. Встреча с Иисусом. Первое и важнейшее событие в нашей с вами жизни, встреча с Иисусом, формирует во мне убеждение. Убеждение, потому что вера – это свод убеждений в моей жизни. Это есть убеждение на то, что я встаю. И если со знаком плюс я получил вот это событие, главное событие в моей жизни, то у меня есть ожидание, что Бог меня выведет, что Бог меня, по согласному слову, исцелит, что Бог меня приведет к какому-то логическому завершению. И у меня есть, я ищу подтверждение своим ожиданиям. Кто понимает, о чем я говорю? Мы всегда находимся вот в этом, вот эти события. Иисус меня нашел. Вау! Это мои убеждения. Когда я заболел, сильно заболел ковидом в 2020 году, я уже был выключен полностью из жизни, из жизнедеятельности. Я не мог ни разговаривать, вообще ни осознавать ничего. И когда приехала к нам медсестра, чтобы как-то мне поставить какую-то капельницу, они не смогли у меня найти вен. И она говорит, вроде у вас семья-то нормальная. Но она не поймет, почему вен нет у человека. Вроде у вас все как бы хорошо, а что у него за физиологическая такая болезнь, почему вен нет? Жена говорит, ну это эхо прошлого. Это там прошлая жизнь, он так весело жил в молодости, что сегодня у него нет вен. Ну, в смысле, он был в зависимости. Врач говорит, и что помогло? Оксана говорит, смена убеждений. То есть, он поменял убеждения, и на этих убеждениях основывается моя вера. Я убежден. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Я убежден в невидимом. Я убежден, что... говорю о несуществующем, как о существующем. Я убежден. Она говорит, вау, как круто. И вот эти... Этот вот поиск подтверждений, оно всегда формирует наше с вами поведение. Если человек обжегся, если его предали, если его обманули, у него есть ожидание о жизни, его форма поведения всегда показывает, что он не открыт, он не готов открываться. Кто понимает? Он не готов доверять. Это даже считывается по поведению человека. И вот это поведение запускает новый круг в жизни человека. Как вы думаете, почему какая-то часть людей вообще никогда не меняется, потому что они ходят по кругу? У них произошло событие, у них есть ожидание от жизни благодаря этим событиям, убеждения. У них есть подтверждение, они всегда ищут подтверждение. Слушай, что-то исповедоваться вообще никому нельзя. Расскажут потом. Ну, я встречаю таких людей, которые стоят на своих убеждениях, и потом их поведение запускает ровно такую же форму. Человек, который однажды попал в места лишения свободы за преступление. Вот смотрите, попал человек за преступление. И в нем, там, благодаря этому событию, или, к сожалению, вопреки этому событию, формируются определенные убеждения в жизни. Потому что он туда попал. И там у него в процессе формирования, мы смотрим, целый пласт российского населения находится, как бы, находился, по крайней мере, раньше точно. Там, украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Почему? Потому что у него есть одно событие, убеждение, ожидание, подтверждение, поведение согласно своим убеждениям. Я вот, вот так, мои убеждения, там, я верю в какой-то, там, мистический воровской мир, или в какой-то кодекс. И у меня, мое поведение запускает новые процессы в жизни. Так вот, смотрите, Иорам, он сказал, ах! Господь нас здесь собрал, чтобы погубить. Но есть, слава Богу, благая новость, что есть еще и Иосафат. Слава Богу за Иосафатов. А Иосафат сказал не ах! А Иосафат сказал эх! Там этого нет в Библии? Это моя интерпретация. Эх! У Бога есть выход. Послушайте, они читали одну и ту же Тору. Они ровесники. Они знали о законе Божьем. А Иеговы? Они знали, что Он вывел отцов из Египта. Они знали заповеди, законы с детства. Все равно, неважно, как они себя вели, но они знали. Только один говорит эх! А другой говорит ах! Ах, Господь нас! Говорит, да ты чего? Ты смотришь на людей, они попадают в нейтральные события. Только один из детского дома выходит волком, волчонком и говорит, все, в этой жизни вообще нет ничего доброго. А второй говорит, я создам хорошую семью, у меня будут дети, и никогда мои дети вот этого понятия отвеженности, предательства, знать не будут. Люди сидят в одной церкви, слышат одно и то же слово, только один метафорически говорит эх! А второй говорит, эх, 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 получится! Ну, кто понимает хоть немножко, о чем я сейчас говорю? Он говорит, ребята, стоп! У Бога все под контролем, даже если мы оказались в тупиковой ситуации, даже если ты обманулся и откликнулся на какое-то неправильное событие, даже если ты на эмоциях на что-то согласился или что-то сделал неправильное. Кстати, название моей проповеди «Кредо Господа» – это первая часть. Вторую скажу в конце. Он говорит, слушайте, стоп, стоп, стоп! А по какому случаю панихида вообще? Чего это мы так расклеились? Нет ли здесь Божьего человека, к которому можно обратиться? Смотрите, что говорит Иосафат. Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить, Господа через Него? Правильный алгоритм, ведущий к Богу. У Бога же нет тупиков. Наша реакция, реакция на все незапланированные ситуации в нашей с вами жизни будет ровно и говорить о нашем с вами духовном состоянии. Я еще раз хочу повторить. Сами события нейтральны. Наша реакция. Когда Бог позволил мне выкарабкаться из этой атаки от ковида, там были разные просто божественные переживания. И Иисус ко мне приходил, и смерть приходила, и ходатайственная молитва отменила, а смерть, которую она уже хотела мной завладеть. И Божье присутствие так сильно пришло в мою комнату. Вчера я на библейской школе подробно об этом рассказывал, как шалом Божий пришел в мою комнату. Знаете, я, наверное, порядка 100 проповедей проповедую в год. И 12 лет я этим занимаюсь. Я думал, что я знаю, что такое мир Божий. Я был в разных поездках, на пенуэлах, на уединениях, на инкаутерах. И я проповедовал о духовном мире, о мире Божьем, о шаломе Божьем. Но тот шалом, который тогда пришел в мою комнату, я боялся моргнуть, чтобы не спугнуть. Это стопроцентная безопасность твоя. Вы знаете, что ты находишься в такой безопасности, что, я думаю, Бог немножко мне приоткрыл понимание, как оно на небе. Смотрите, мне пришло слово тогда. У меня было 15 дней температура 39,9. Я за 15 дней 23 килограмма потерял. И у меня было слово из 117-го псалма, 17-го стиха. Не умрешь и будешь жить. И возвещать дела Господни. Знаете, я так размяк, выдохнул. Ставлю градусник, а там 39,9. Но в духовном мире я уже слово забрал. Я на него встал. Я говорю жене, отменяем похороны. Я ей написал, потому что я не разговариваю. Я смс-ку пишу. Все, все хорошо. Бог все отменил. Теперь просто нужно время для восстановления. И я восстановился. И я восстановился. Буквально еще там понадобилось несколько месяцев, когда я более-менее пришел в форму. И тут меня настигает второй удар. Буквально через 4 месяца меня увозят на скорой с жуткой болью. У меня обнаруживают раковую опухоль в кишечнике. Злокачественную. 8,5 сантиметров. Вчера было не просто так, я думаю. Вот молитва за онкологию и так далее. Знаете, когда ты полон жизни, планов, энтузиазма, у тебя там великое будущее, пророческое слово на твою жизнь, семья, дети, церкви, пробуждение. В один момент у тебя раз, ты лежишь на этом столе диагностического центра, когда мне делали анализы, и врачи думают, что ты еще под наркозом. На самом деле ты вышел из-под наркоза и слышишь их слова за стенкой. Они-то не знают, что я вышел от наркоза. Они говорят, одна говорит, другой. А у него там все, капец. События нейтральны. Я получил глубочайший нокдаун в свою жизнь. Просто. У меня аж зазвенело все в ушах. Четыре месяца назад, Господь, ты мне сказал, не умру, но буду жить. И возвещает дела Господни. Мне вообще не важно, что сейчас говорит эта женщина. Мне вообще не важно, что показывает КТ. Мне вообще не важно, что показывает колоноскопия и прочие профессоры. Я беру Слово из духовного мира, встаю на него. Я вам сейчас истинно свидетельствую. Я прям продемонстрировал. Я прям взял Библию, снял ботинки, встал на Слово Божье, поднял эту Библию, с этой Библии вошел в онкологическое отделение. Какая бы ситуация не была в жизни каждого из нас, у меня есть твердое убеждение, у тебя должно быть Слово от Господа. Слушайте, если это связано с твоей семьей и происходят какие-то шторминги, и происходит какая-то ситуация, которую дьявол пытается расколоть, встряхнуть, что-то пошатать, просто я тебя умоляю милосердием Божьим, встань на Слово. И просто начни его исповедовать в своей жизни. Все, что ты, Бог, сочетал, никто разлучить никогда не сможет. Пошел вон дьявол. Если у тебя ситуация связана со здоровьем, ты призывай кровь Иисуса Христа и говори, Господь, Ты сказал, что ранами Твоими я исцелен. Бог стоит за Своим Словом. Он не человек, как иногда люди могут поступать, но Бог всегда стоит за Своим Словом. Нам нужно научиться всецело доверять этому Слову, дорогие. Доверять этому Слову. Я говорю, Господь, это не я придумал, это Ты сказал, что я не умру и буду жить и возвещать дела Господни. Четыре месяца прошло. И мне сделали сразу одну операцию, потом сделали вторую. В общем, мне сделали шесть операций. Я девять месяцев провел в онкологическом отделении. Я не думал, что есть сад на земле. Но он есть вот в этих отделениях, когда люди потеряли надежду жить. Просто от одного слова. Рак. У него ситуация вообще операбельная. А у него фары погасли, все от одного слова. Я говорю, не, 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 Господь. Я прям с этой капельницей к нему в палату. Говорю, Ты чего, братишка? У меня в семь раз хуже, чем у тебя. Так я еще, знаешь, я еще правнуков хочу увидеть. Ты чего? Вставай, вставай, вставай. И вот события нейтральны. Но наша с вами реакция, сокращая всю историю, через девять месяцев, вот уже в 21 году, в апреле месяце, меня выписывали после последней операции. И врач сказал, сначала профессор сказал, что я 35 лет занимаюсь онкологией. Ты первый, кого я вижу, у которого опухоль 8,5 сантиметров и нету метастаза. Аминь. Аминь. Второй, мой лечащий, врач сказал, отдавал мне документы, мою карту. Он говорит, Сергей Юрьевич, я хочу вам сказать, что вы абсолютно здоровый человек. Живите в радости. И я связываю все в это божественное исцеление, Божье вмешательство, Божьи события на мою жизнь изначально с тем, что ты правильно реагируешь на эти ситуации, которые пришли в твою жизнь. Твоя первая реакция будет определять многое. И Астапас сказал, стоп, нам нужен Божий человек прямо здесь и прямо сейчас. Нет ли здесь кого-то Божьего, к кому можно обратиться, спросить у Бога? И знаете, вот здесь вот на арену выходит Елисей. Говорит, да есть тут один молодой. У него просмотров пока мало еще на Ютубе. Да, сейчас же мы как бы как ориентируемся. Сколько просмотров. А знаете, что я хочу сказать по поводу просмотров, лайков и прочих современных штучек? Я заметил, что на нашем постхристианском пространстве тем больше приближений к ереси какая-то вещь, такая вот она, на грани фола или даже за фолом, тем больше она вызывает притяжение к себе. Ты смотришь, он полнейшую ахинею, говорит просто противоречащую, какую-то боль свою выражает. 200 тысяч просмотров. А человек просто о любви Бога говорит, о любви Отца и о прощении грехов. Мы же все же про любовь-то уже знаем, про прощение грехов, мы же все знаем. Нам бы подай что-нибудь такое сейчас вот, ах, перченое, ядреное, такое вот, ах, чтобы... Он говорит, есть-есть Елисей. Пойдемте к нему обратимся. Знаете, и приходит ситуация, когда мы обращаемся, слава Богу за служителей Божьих. Скажите, слава Богу за служителей Божьих. Слава Богу за людей, которым мы правильно относимся по отношению к их дару. Если ты принимаешь пророка во имя пророка, ты обязательно будешь получать награду. Если ты принимаешь пастора как пастора, ты обязательно получишь награду от пастора. Это духовные законы, которые вообще никто не в силе отменить. Никогда. Я убежден, что вы об этом знаете. Просто напоминаю. Бог сказал, напомни им. Но мы иногда забываемся. Раз там на фамильярность на какую-то скатимся, еще там думаем, что наша близость будет доказана. На самом-то деле вообще далеко не так все. И зачастую советы от Бога на наши как бы тупиковые ситуации, они нелогичны. Ко мне много людей приходят уже как бы с проблемой, но со своим алгоритмом выхода из проблемы. Говорят, ну пастор, ну у меня вот тут вот есть, я хочу выйти вот так. А я зачем здесь? Ты зачем ко мне пришла или там пришел? И сегодня христианство, оно какой вызов современности, на мой взгляд? А это компромиссы и отсутствие радикальности. Вы не знаете ее ситуацию. Ой, если бы вот там взглянуть, ну в принц, а как она будет рожать? Вы знаете, и вот этот либерализм пытается проникнуть стены святого народа Божьего и раздвинуть свои границы там. Знаете что? И они пришли к пророку и говорят, а что нам делать? Нам нужна вода. Прямо здесь и прямо сейчас там злые, голодные мужики. Сестры понимают меня, когда мужик голодный. Он злой. Гарманджан, так ведь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова